Как не может быть настоящего без прошлого, так не может быть будущего без нашего активного участия. Вы смотрите историческую передачу «Спираль». Здравствуйте! Сегодня рассмотрим, как проходило послевоенное восстановление и расцвет экономики Советского Союза, и как нам помогали внешние и внутренние сторонники свободного рынка. Союзники. Это слово воспринималось как залог мирного и справедливого будущего в Европе и во всем мире. Американский президент Рузвельт, трезво и широко смотревший на мир, считал, что между нашими странами нет разногласий, которые помешали бы сотрудничеству и после войны. Советский Союз придерживался такой же точки зрения. Но президент Рузвельт не дожил трех недель до победы. Мы искренне скорбели о его кончине. Однако президентом стал по Конституции Гарри Трумэн. Присягая на пост, он произносил приличествующие в таких случаях слова о верности идеям мира, сотрудничества и курсу покойного президента. Но уже на завтра начал удалять сторонников Рузвельта из администрации. Их места заняли представители военщины и Уолл-стритт. На совещании в Белом доме Трумэн принял новую доктрину своей политики – антикоммунизм и руководство миром. Холодная война началась буквально на следующий день после социалистической революции в России, когда госсекретарь США Лансинг в своем меморандуме заявил, что большевики являются опасными радикальными социалистами-революционерами, угрожающими Америке и мировому порядку. А публично Америка клялась в верности поддамским соглашениям. Сотрудничество, мир, демократизация и демилитаризация Германии, наказание военных преступников и нацистов, одинаковое обращение с немецким населением на всей территории страны. Для советского солдата простые люди Германии были жертвами фашизма, а не виновниками его. Но послушайте дикторы американской кинохроники того времени. Трагедия Берлина. Он ее в большой степени заслужил. Если у вас возникнет чувство симпатии к этой женщине, помните, что у нее не было симпатии к народам, завоеванным Гитлером. Так вот они, виновники трагедии. И бывший узник фашистов, который должен опознать своего палача, надевает чулок на лицо. Слишком много палачей уже на свободе. Десяток супернегодяев повесят в Нюрнберге. Явного изувера уведут. Мелкого предателя или тюремщика расстреляют. Но десятки тысяч военных преступников станут исправно служить новым хозяевам. Вернер фон Браун. Его Фау-2 бомбили Лондон. Но его повезут в Штаты работать над американским ракетным оружием. Положат большие деньги. И не обеспокоит напоминанием, как в конце войны он приказал затопить подземные заводы с тысячами военнопленных. Вернер фон Браун создаст в Америке несколько поколений смертоносного оружия. Его нацелят против нас. Не так давно посмотрел несколько серий «Братьев по оружию». Сериал, где американские солдаты побеждают фашистов. Естественно, в одиночку. Скажите, сколько вам лет? 25. Знаете ли вы, сколько американцев погибло в войне? Нет, не знаю. А сколько погибло русских? Нет. Нет, не знаю. Сколько погибло русских? Не знаю. Для меня это, вы знаете, как война между... Ну, между ковбоями и индейцами. Нет, не знаю. Ну, а приблизительно? Я знаю только, что американцев погибло меньше, чем в последней войне с Вьетнамом. А сколько русских убито во Второй мировой войне? Не имея ни малейшего представления. Скажем, в сравнении с американцами. Могу только предположить. Думаю, что, наверное, поровну. Сколько американцев погибло во Второй мировой войне? Я думаю, что, может быть, около двух миллионов. А сколько русских? Не знаю. А кого больше погибло, русских или американцев? Не имею понятия. Ну, наверное, американцев погибло больше. Сколько американцев погибло во Второй мировой войне? Нет, не знаю. А русских? Нет, не знаю. Почему? Почему? А зачем мне знать? Память не только бесценный дар. Кое-кому она кажется опасным грузом, и тогда её старается вытравить у целых народов. Но вслед за возмущением, вызванным очередным высокохудожественным переписыванием истории, пришла жалость к американским солдатам. Ведь если наши предельно ясно знали и понимали, за что они идут на фронт, они воевали за свою собственную социалистическую родину, то рабочие американских предприятий всех национальностей и оттенков после мощной струи патриотической пропаганды летели чёрти куда и гибли за интересы капитала. А Советский Союз, верный своим обязательствам, выводил войска из стран, куда они вступили в ходе борьбы с германским фашизмом и японским милитаризмом. Вы приходили туда как освободители, как гаранты свободы, а уходили как друзья, близкие, родные. Продолжалась демобилизация. Вскоре численность нашей армии уже равнялась до военных 1939 года. Спешил солдат домой, а дом пепелищий. В середине июля 1945 года Черчилль, потерпев поражение на выборах, ушёл в отставку. К власти в Великобритании пришло лейбористское правительство во главе с Этли. План операции «Немыслимая» казалось, был признан несостоятельным. Но прошло немного времени и новое английское правительство начало активно втягивать в это дело американцев и канадцев, что подтверждают рассекреченные документы последующего 1946 года. План операции «Немыслимая», точнее то, что от него осталось, был отправлен в архив. Последующие планы войны против Советского Союза разрабатывались уже на уровне НАТО. Выходили журналы, в которых описывалось, как Америка завоюет Россию. Невинные шутки прессы? Нет. В США существовало несколько планов атомного нападения на нас. По плану «Дропшот» 300 атомных бомб на Советский Союз для начала. Авантюристы побоялись лишь ответного удара. Америку трясли шовинизм и шпиономанией. Советы не могли создать свою атомную бомбу. Они украли ее у нас. Казнят на электрическом стуле супругов Розенберг. Коммунистические шпионы Шостаковича, приехавшего в Нью-Йорк на мирную конференцию, объявили агентам Москвы. Предлагали «Шостакович, выбрасывайся из окна». Истерия страха разрасталась. Вот, казалось бы, победили. Война окончена. Но не тут-то было. Все как в песне. Покой нам только снится. К нам приезжали иностранцы. Одни с целью, так сказать, благотворительной, вроде госпожи Черчилль. Другие со специальной. Посмотреть, что с нами стало, угадать, что будет. Показывали мы им не самое страшное. Не хвастать горем не собирались, не плакать. Но и то, что видели наши гости, одних ужасало, других радовало. Лет 25, а то и 50 понадобится России, чтобы восстановить разрушенное. Говорили одни. Без помощи Запада России вообще не поднятся из разваля. Говорили другие. Машингтони хотели верить самым мрачным подсказаниям. Хотели видеть нас ослабленными на долгие годы и диктовать нам свою волю. Никуда коммунисты не денутся, придут на поклон. А как радовались нашему несчастью, неурожаю 46-го года. Уж он-то поставит их на колени. Америка вышла из войны обогащенной. 57 миллиардов долларов чистой прибыли. И ни один дом не разрушен войной. Людские потери 450 тысяч человек. В стране развернулось всесоюзное социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение 4-го пятилетнего плана. Несмотря на все трудности, валовая выработка всей промышленности Советского Союза по гражданской продукции увеличилась по сравнению с 45-м годом на 20%. Хотя в связи с перестройкой народного хозяйства объем валовой продукции всей промышленности в 46-м году был на 17% ниже, чем в 45-м году и составлял 77% к довоенному 40-му году. В те годы не было дня, чтобы на газетных страницах не появлялось новое имя новатора или передовика, перекрывшего все возможные трудовые достижения. Кинохроника сообщала, знатный зуборез Уралмаша Виктор Терентьевич Пономарев выполнил с начала пятилетки 30 годовых норм. Ореховская ткачиха Мария Волкова перешла на обслуживание 10 станков. Донецкий шахтер Герасим Запорожец выполнил пятилетку за 19 месяцев и дал стране 10 тысяч вагонов угля. Старший мастер завода «Калибр» Николай Российский нашел путь для производства 4000 микрометров вместо 1500 в месяц. Пятилетний план послевоенного восстановления и развития народного хозяйства Советского Союза предусматривает полное восстановление народного хозяйства районов Советского Союза, подвергшихся немецкой оккупации, и ликвидацию потерь, нанесенных гитлеровской Германией, народному хозяйству и народам Советского Союза. По всему народному хозяйству Советского Союза на основе восстановления производства в освобожденных районах и дальнейшего развития всех районов Советского Союза, особенно Сибири и Дальнего Востока, послевоенный пятилетний план намечает значительно превзойти довоенный уровень развития, в том числе в производстве промышленной продукции в полтора раза. Задача заключается в том, чтобы широко развернуть восстановление и строительство разрушенных гитлеровской Германией советских городов и сел, создав для этого высокоиндустриальную производственную базу фабрично-заводского изготовления жилых домов и отдельных строительных конструкций и деталей. Трудно было представить, как все это восстановить, как вернуть к жизни единственные в стране предприятия, выпускавшие уникальную тонкую сталь. Между тем, одна строка закона о пятилетнем плане гласила «Восстановить производство тонкого листа на юге». На юге, значит, в Запорожье. Без него задыхалась наша автомобильная и тракторная промышленность. Почти вся послевоенная стройка зависела от Запорожьстали. Сюда прилетела комиссия помощи и восстановления Организации Объединенных Наций ЮНРА. Заключение безоговорочно. Возродить завод невозможно. Немыслимо. Нам никто не собирался помогать. За границей в стальном листе нам отказали. И там же не без слорадства писали, что на восстановление Запорожьстали понадобится чуть ли не 10 лет. Партия, наше правительство, приняли решение восстановить производство тонкого листа в Запорожье не через 10 и даже не через 5 лет, а уже в 47-м году. Через 1 год. Переход к мирному производству создал ряд трудностей и диспропорций в народном хозяйстве. Конкретные меры по их преодолению были намечены в государственном плане восстановления и развития народного хозяйства на 47-й год. План устанавливал повышенный объем производства для важнейших отраслей промышленности по сравнению с наметками 4-й пятилетки. Основными хозяйственными задачами являлись первоочередной подъем топливной и металлургической промышленности, транспорта. 67% капитальных вложений в году расходовалось на форсированное развитие тяжелой промышленности, электростанций и железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, ускоренное развитие отраслей, производивших предметы потребления, резкое увеличение жилищного строительства, мобилизация всех ресурсов для увеличения доходов государства от социалистических предприятий, дальнейшее укрепление денежного обращения и кредитных отношений в народном хозяйстве. Разрабатывался пятилетний план возрождения и развития народного хозяйства. Всю экономику переводили на мирные рельсы. Дело это требовало огромных усилий. Перераспределялись рабочие силы, сырье, материалы. Не хватало буквально всего. И то, что в обычных условиях было ломом, шло тогда в ремонт. И работало. Еще как работало. Самых опытных людей посылает партия на восстановление освобожденных районов. Каждый областной комитет становится штабом возрождения. Вдоволь тогда было, пожалуй, только искореженного войной металла. Теперь он шел на вагоны, станки, рельсы, тракторы, жадки, щенокосилки. В четвертом квартале 47-го года был достигнут среднемесячный уровень промышленного производства довоенного 40-го года и тем самым созданы возможности для того, чтобы в 48-м году превзойти довоенный уровень. Важным мероприятием, способствовавшим развитию советской экономики и улучшению материального благосостояния трудящихся, явилась проведенная в декабре денежная реформа и отмена карточек на продовольственные и промышленные товары. Реформа укрепила финансовое хозяйство страны и покупательную способность рубля. На международной арене 47-й год прошел под знаком активной борьбы Советского Союза и других миролюбивых стран против стремления американского империализма к мировому господству и обострению международной обстановки. Летом 47-го года США выдвинули план Маршала, направленный на раскол Европы на две противостоящие группы государств. Трумэн и его новый госсекретарь Маршал хотели вертеть земным шаром так, как им заблагорассудится. Вслед за доктриной Трумэна последовал план Маршала для Западной Европы. Его рекламировали. Помощь пострадавшим от войны. Долларовый дождь. Европа спасена от голода и разорения. Президент благотворитель. Результаты оказались не самыми эффективными. Ничего для нищей Европы сойдет. И конина лежала тоже сойдет. У нищих нет выбора, любили повторять администраторы плана Маршала. Истинная цель помощи была другой. Господство в Европе и политический строй, угодный Вашингтону. После окончания Отечественной войны Советское государство в короткие сроки восстановило довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства. И добилось того, что народное хозяйство Советского Союза уже в 1948 году превзошло до военный уровень. Продукция всей промышленности увеличилась на 18% и народный доход на 16% против уровня 40-го года. На помощь киевлянам пришли москвичи, уральцы, тбилисцы, бакинцы. И Крещатик ожил. Быстро вставали дома, целый район. Над Седым Днепром вздымались такие мосты, каких он и не знал доселе. За один год мы делали то, на что у других уходили десятилетия. Вот что такое сила и братство людей, сплоченных ленинской партией. Успешно выполняются задания послевоенного пятилетнего плана как в области промышленности, железнодорожного и воздушного транспорта, так и в области сельского хозяйства, культуры, здравоохранения и повышения материального благосостояния трудящихся. Быстрый рост народного хозяйства значительно повысил удельный вес Советского Союза в мировой промышленной продукции. В результате чего, по валовой продукции промышленности и по таким важнейшим отраслям, как выплавка чугуна, выплавка стали, добыча угля, выработка электроэнергии, производство тракторов и комбайнов, грузовых автомобилей и цемента, Советский Союз в настоящее время занимает второе место в мире. Наша советская промышленность способна производить любые самые сложные машины, станки и приборы, все виды промышленной продукции, необходимой для народного хозяйства и населения, что является прочным залогом экономической независимости Советского Союза от стран капитализма. Наш рассказ о том, что стало уже настоящей запорожской легендой, мы завершим речью Марка Ивановича Недушка на слете с Тахановцев в Запорожье. Товарищи, мы старые знакомые, мы встречались не раз на слетах. Сегодня я бы хотел сказать о том, что мы приближаемся к нашей цели, мы приближаемся к триумфу. Вы знаете о том, что перед нами поставлена не только хозяйственная, но и политическая задача дать нашей стране стальной лист. это именно политическая задача, ибо наши враги, пожигатели новой империалистической войны хотят нас поставить на колени, лишив нас стального листа так необходимого для нашей страны, для хозяйства, для обороны. Мы заявляем, и считаю, что я выражу общее мнение всех стахановцев, здесь присутствующих, что нас на колени, наш советский народ, никто никогда не остановил и не поставит. Еще раз, все, кто мечтает вернуться в Советский Союз, берем Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и читаем, а потом рассказываем всем друзьям. Советский Союз – это не название страны и не ее границы. Восстановление советского паспорта ничего не даст. Советский Союз – это прежде всего общественно-экономический строй. 1948 год – третий, решающий год четвертой пятилетки. Промышленность страны достигла и превзошла уровень довоенного 40-го года. Задача послевоенного восстановления промышленности была решена в три года. Да, чтобы увидеть Землю из космоса всего лишь через три пятилетки от войны, мы должны были в первый же мирный день подняться на леса новостроек, засеять хлебом горячую от войны землю, опуститься в затопленные шахты, встать на вахту у огненной реки. К 1950 году половая продукция промышленности превзошла довоенный уровень на 73%. Нашему народу потребовалось всего два с половиной года, чтобы вернуться к показателям 40-го года. А к 1950 году довоенный уровень был превышен почти вдвое. Свыше двух тысяч предприятий страны достигли уровня производства, запланированного на 50-й год, последний год пятилетки. Был осуществлен ряд мер, способствовавших дальнейшему подъему материального и культурного уровня жизни народа, в их числе значительное снижение государственных розничных цен на товары широкого потребления. Парад в помощи по плану маршала. Так и называется хроника того времени. Этот парад американской помощи в Риме напоминает фашистские времена. Но существует реальный враг итальянской свободы. Необходимы меры обороны. Этот враг, конечно, коммунисты. Патриоты Италии, бывшие партизаны, антифашисты. Так с американской помощью с ними расправляется во время очередных политических выборов. У нищих нет выбора. Папа Пий XII благословил такую помощь и послал голосовать против коммунистов даже свою сестру, которая 15 лет не выходила из дому. Коммунизму объявлена священная война. В ней хороши все средства. В том числе и фашизм. Во время войны английского фашиста Мосли упрятали в тюрьму. Теперь он союзник доктрины Трумана и плана маршала. Даже плакаты у него те же, неизмененные, кстати, со времен Геббельса. Остановите Россию сегодня. Коммунисты хотят войны. Фашистов охраняют. Антифашистов бьют. Ожиревший на народной крови в период Второй мировой войны монополистический капитализм США, теперь стоит во главе империалистического и антидемократического лагеря и стал застрельщиком империалистической экспансии во всех частях света. Империалистическая экспансия США направлена на развязывание новой войны, как способа завоевания мирового господства, как способа ухудшения демократии и предотвращения экономического кризиса и оппозиции рабочего класса в собственной стране. 1950 год. Завершающий год четвертой первой послевоенной пятилетки. Пятилетний план был выполнен промышленностью досрочно – 4 года и 3 месяца. В районах, пострадавших от войны, промышленность была не только полностью восстановлена, но и значительно расширена и реконструирована на основе современной техники. Объем продукции всей промышленности Советского Союза увеличился по сравнению с 1940 годом на 73% против 48% по плану. Росту материального благосостояния трудящихся пособствовало проведенное с 1 марта новое крупное снижение розничных цен на товары массового потребления. В результате этого снижения реальная заработная плата рабочих и служащих повысилась на 15%. Расходы крестьян на покупку промышленных товаров снизились на 16%, повысилась покупательная способность советского рубля. В области международных отношений 50-й год характеризуется стремлением агрессивных империалистических кругов еще более обострить международную обстановку. США и их союзники развязали агрессивную войну против корейского народа, оккупировали китайский остров Тайвань, лихорадочно осуществляли гонку вооружений, создавали военные базы вокруг Советского Союза. Побоявшись развязать войну в Европе, империалисты начали ее в Корее. Это была первая позорная война Америки во второй половине 20-го века. Потом будет много позорных войн, переворотов, политических убийств. Люди собьются со счета. 25 сентября 1949 года ТАСС сообщил, Советский Союз обладает атомным оружием. В тот день Трумман на экране телевидения не был похож на себя. Сообщение президента у многих вызвало состояние шока. По словам Молотова, Россия знала секрет атомного оружия давно. И внимательно послушайте дальше американского диктора. Но у нас есть один фактор, разрушающий уверенность. Крупнейший завод атомных бомб в Теннисе. Кроме того, мы располагаем опытом практического применения атомных бомб в Керосиме и Нагасаки. Пусть помнят об этом люди за железным занавесом. Мы помним. Мы все помним. И не только мы. Все человечество. И мертвый город. И тень исчезнувшего человека. Одного из 210 тысяч. И мучений людей, которые длятся всю жизнь. Помним. Знаем. И никогда не забудем этого опыта практического применения. И нашу бомбу мы создавали для того, чтобы никто никогда не посмел повторить такой опыт. Нам она стоила неимоверных усилий. Но всегда, и до того, как появилась она у нас, и после, мы стояли и стоять будем за полное запрещение атомного оружия и уничтожение всех его запасов. Важным событием 50-го года явилось заключение договора о дружбе, союзе и взаимопомощи между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Представляю вашему вниманию еще одну яркую иллюстрацию различий в стремлениях и результатах капиталистического и социалистического путей. Слово предоставляется Лаврентию Павловичу Берии. За время советской власти Азербайджанская ССР и Узбекская ССР из отсталых аграрных стран превратились в индустриальные республики с высокоразвитой промышленностью, занимающие преобладающее место в народном хозяйстве. Иран и Турция остались отсталыми аграрными странами, где сельское хозяйство с примитивной техникой является основой всей экономики страны. При этом в Иране 2 трети крестьян не имеют земли. А 62% всех земельных угодий страны принадлежат помещикам. В Турции подавляющее большинство крестьян не имеют земли и работают на землях помещиков. В Азербайджане и Узбекистане до советской власти 90% населения было неграмотным, а уже к 1946 году неграмотность была полностью ликвидирована. В настоящее время в Иране неграмотные составляют около 85% населения, в Турции около 66%. Около 70% деревень Турции не имеет школ. В Азербайджанской ССР 13 театров, 2100 дворцов культуры и клубов. В Узбекской ССР 23 театра, 3011 дворцов культуры и клубов. В каждой из этих республик создана своя кинопромышленность. В Иране и Турции имеется лишь несколько влачащих жалкое существование театров частных лиц. Своей кинопромышленности эти государства не имеют. Экраны их кинотеатров показывают преимущественно голливудскую пошлятину. Для торжества коммунизма необходимым условием является прогресс. Для торжества капитализма необходимым условием является мракобесие. Прямая взаимосвязь. Есть два класса. Пролетариат и буржуазия. И тот, кто не за один класс, то, значит, за другой. Но трепетная заря новой жизни еще только занималась. Ее надо было сберечь и оборонить. Врагов у нее было немало и внутренних, и внешних. Сильных, повязанных друг с другом единой ненавистью. Маленький пример. Издавна славился болгарский табак. Почти весь шел на экспорт. Но вот разонравился он вдруг на Западе. Перестали его покупать американцы. Уберитесь, правительство коммунистов купим, объясняли. Не нравился привкус социализма. Но болгары не собирались продавать революции. И на выборах в ноябре 1945-го отдали голоса Отечественному фронту. Через год главой правительства Народной Республики Болгарии станет выдающийся деятель международного рабочего движения коммунист Георгий Димитров. 50-е годы характеризуются исключительно быстрыми структурными сдвигами в экономике. Быстро растет урбанизация страны, развитие новых отраслей экономики, производство электронно-вычислительной техники, многих отраслей приборостроения, химической промышленности, коренная техническая реконструкция железнодорожного транспорта, развитие авиационного транспорта, возникновение и развитие производства редких металлов, системы научных учреждений в разных областях науки и техники. В 2,5 раза выросла сдача жилой площади, достигнув на душу населения уровня высокоразвитых стран. Впервые многие миллионы людей получили отдельное жилье. Было практически покончено с бараками. Концентрированным выражением указанных и других мер по повышению уровня жизни населения, например, улучшения здравоохранения, явился огромный рост продолжительности уровня предстоящей жизни населения до 69 лет, уровня самых высокоразвитых стран мира в то время. В этот период было налажено массовое производство, ядерного оружия, ракетные техники различного назначения, создана мощная реактивная авиация, современная сложнейшая система ПВО, огромный подводный флот на базе современных дизельных и атомных подводных лодок. Продолжалось интенсивное наращивание вложений в развитие образования, здравоохранения и науку, которое приняло огромные размеры уже в довоенный период. В результате этих достижений Советский Союз в военном, научном и экономическом отношении стал супердержавой, уступавшей во всех этих отношениях только США, но далеко опередившей все другие страны мира. Учитывая социально-экономическую отсталость до революционной России, от передовых стран и огромные человеческие и материальные потери в результате трех тяжелейших войн и социальных потрясений, этот результат следует оценить как уникальное социально-экономическое достижение. Само по себе, быстрое развитие образования и здравоохранения как фактор экономического роста не было советским открытием. Однако, скорость и масштаб сдвигов в развитии этих отраслей были беспрецедентными, явились образцом для многих государств мира во второй половине 20 века. К концу 56 года удельный вес дипломированных специалистов среди директоров предприятий легкой промышленности достиг 45,2%. Нефтяной – 78,2%. Машиностроение – 87,2%. В том числе, тяжелого машиностроения – 94%. Страна, где люди, начавшие свою трудовую жизнь с подручного кровища и ученика-летенщика, овладевают высотами знаний, прокладывают человеческий путь к звездам, замечательная страна. Сюда мы все хотим вернуться. Нет, не так. Не вернуться и даже не вернуть, а создать. Мы хотим построить это заново, учитывая и исправляя прошлые ошибки. Верно? Мы рассмотрели весь путь от полного упадка и разрухи на краю пропасти до зенита славы и прогресса. Хочется надеяться, что мы готовы снова стать плечом к плечу и бороться за светлое будущее. Но еще больше хочется, чтобы потом не возник соблазн переложить бремя правления на чьи-то сильные плечи. Ведь в противном случае власть народа снова может оказаться в чьих-то корыстолюбивых руках. На шестой части земли рабочие доказали, что они могут жить и без капиталистов. Но капиталисты еще ни разу не доказали, что они могут жить без рабочих. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok